Всего Духа есть у каждого человека, просто каждый человек выбирает, как ему жить. Диагностируйте себя. Допустим, вы видите, что у вас безысходная ситуация. Ну, это просто объём работы. Если сравнивать с чем-то, как бы, с какими-то простыми вещами, то я могу вам сравнить. Вот, допустим, вы заходите на кухню, на вашу, после свадьбы или там после дня рождения, на кухне просто забал, грязюка там, всё, посуда, как бы. Вы заходите на кухню и выходите с кухни. Опа! И назад. И такое шоковое состояние, что я никогда это не вымою. Что это значит? Это значит, судьба сильнее вас. Что вы делаете потом? Садитесь молиться. Забыли про кухню, объём работы почувствовали, садитесь молиться, вспомнили о Боге, начали молиться. И постепенно начинаете чувствовать, что, как бы, мне по барабану, как бы, сколько там работы. Вы заходите на кухню с каким чувством? Хочу вымыть одну тарелочку, и всё. Сегодня одну тарелочку. Моете одну тарелочку, потом думаете, сейчас ещё одну вымою. Через полтора часа вся кухня блестит. Так или нет? Я вам расскажу смешную историю, которая со мной произошла. Ну, я могу вам и не смешно рассказывать, но это смешная. Потому что мне тоже понадобилось молиться. Мои ученики разрок решили мне помочь, и они мне очень хорошо помогли. У меня, как бы, вдоль забора растут акации в доме. Там вот такие вот большие иголки. Представляете, в Краснодарском районе есть такие акации, что вот как, ну, вот такие иголки, как ножи, вот такие длинные, реально. У вас такие есть акации? Есть, да? Ну, вот у меня вдоль забора там они росли, по наследству достались. Они начали разрастаться, и там закрывать начали уже этот сам огород. Ну, они пришли, мои помощники, и взяли их, порезали, как бы, ветки эти все акации, и сложили мне под грушей, под деревом. Такую большую кучу, где-то метр три этих веток сделали. Вот. Я им очень благодарен за это. Но когда я понял, что произошло, я понял, что ветки все переплетены, что их сжечь нельзя, потому что груша сгорит. Оттащить их нельзя, потому что они все переплетены. То есть они мне сделали замечательный просто подарок. Вот эти ветки, они там лежали примерно год. Я ходил вокруг них и думал, что же мне с ними делать. И потом, понимаете, я понимал, что не могу сжечь, не могу оттащить, ничего не могу с ними сделать вообще. Безвыходная ситуация. Представляете, я пошел молиться. Трудность судьбы была. Это смешная история. Знаете, сколько я молился? Пять минут. Сейчас сосредоточился на Боге, начал молиться. И у меня появилось спокойствие в сердце по поводу веток в огороде. Я направил свою судьбу туда. Потому что не надо было с этим разбираться. И потом я еще пять минут помолился. То есть первый круг я победил за пять минут. Второй круг, когда я начал молиться, у меня сразу пришло... Я даже до третьего не доходил. Мне пришло чувство. Ты хочешь зажечь костер. Я говорю, ну я не могу эти ветки подбежать. Я говорю, нет, нет, просто в другом месте зажечь костер. Тебе надо побыть возле огня. Такое желание возникло в сердце. Я думаю, ну ладно, пойду возле огня. Взял, собрал по огороду все там, что есть. Чуть-чуть, какой-то небольшой огонь зажег. Прошло минут восемь, и все сгорело. Начало все сгорать, а мне так понравилось возле огня. Видно, мне не хватало этой энергии. И я пошел к этой куче. Думаю, надо хотя бы одну веточку еще взять, чтобы поддержать огонь. Ходил, ходил вокруг этой кучи. Нашел, что-то торчит, какая-то ветка, вроде не длинная. Вытащил ее, положил в огонь. Так классно. Горит отлично. Хорошие сухие ветки. Потом еще одну веточку нашел, вытащил. Видите, я даже перчатки не надевал, потому что они все это колючие. Через 15 минут кучи не было. Я ее все вот так сжег. Я даже не заметил, как это произошло. Потому что мне так хотелось смотреть на огонь. Это так Господь победил вот эту кучу светок. Просто 10-минутные молитвы, все. Все.